Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала! В этом ролике решил я померить ток потребления или ток утечки, как еще называют, на моем Grand Scenic E4. На третьем, когда у меня был, я тоже проводил эти замеры, и там получилось порядка 27 мА. Это когда машина закрыта, полностью уснула, прошло какое-то время, блоки, как говорят, засыпают, и энергопотребление должно быть минимальным в вашей машине. Для чего я это делаю? У меня никаких проблем нет. Аккумулятор здесь стоит EFB, помененный уже, АКОМ российский, не я менял, а прошлый владелец, относительно недавно. Это я делаю чисто для вас и чисто для эксперимента, для науки, скажем так. Посмотреть, сколько тока еще берет ELM-327 этот адаптер, способен ли он разрядить аккумулятор, если его забыть, воткнутым в ВВД разъем. Вот, поэтому сейчас я приступлю к измерениям. Значит так, снимаем крышку. Измерение можно производить как и на минусовой, так и на плюсовой клемме, но вы знаете, что туда браться до нее довольно-таки сложно. Надо еще часть воздуха наснимать с крышкой, поэтому я буду измерять на минусовой клемме. Вот этот датчик, который здесь воткнут, он и на третьих сцене, как есть. Это датчик силы тока, он сделан для системы стоп-старт. Если его отключить и завести, то будет ошибка по системе старт-стоп или стоп-старт, как там правильно говорить. Поэтому на заглушенной машине разницы нет. Снимите его или не снимите, абсолютно никакой. По поводу сброса приборки часто, да, спрашивают, такая проблема есть. Когда сбрасывается суточный пробег утром при запуске, или просто приходишь, он сбросился. Тут могут быть две причины. Это слабый аккумулятор разрядившийся, который уже низкое напряжение держит. При запуске происходит еще большая просадка у вас, приборка сбрасывается. Может быть язык в том числе. Либо еще такая причина, как проблема приборок. Там на определенном году есть информация, ответ от дилера. Человек писал, спрашивал. Вот, сейчас мы с ним клемму. Есть проблема приборок. Ее надо либо менять, либо перепрошивать, саму приборку. Поэтому, тут так просто не решишь эту проблему. Так, сняли мы клемму. И сейчас будем подключать мультиметр. Так, в этом мультиметре у нас здесь будет на 10 ампер включен щуп. А земля, или минусовой провод, вот в это отверстие. Ну, по схеме в любом мультиметре написано. А измерение переключателей режимов мы ставим на 10 ампер. Так, сейчас включим. И в этот разрыв клеммы мы должны будем у нас подключить щупы. Этот я зажму. У меня сейчас, получается, электричество идет через мультиметр. Измеряется сила тока. Это просто вот в покое. Машина не заведена, естественно. Но мы через мультиметр ее не будем заводить. Потому что там все сгорит нафиг, если посмотреть, какая сила тока идет на стартер. Да и ни к чему это. Просто машина сейчас открыта. Мультимедиа выключена. Горит свет в салоне, я думаю. Вот. Такое потребление. 3 ампера. Сейчас я открою дверь. Включу радио. Посмотрим для интереса, что еще, сколько добавится. Ну вот. Светится горка. Светится мультимедиа. Играет музыка. Цифры скачут. Потому что музыка у нас потребляет. 4 ампера. Неплохо. Не зря пишешь, что когда долго слушаешь музыку, аккумулятор разряжен. Сейчас мы погромче попробуем. Ну да, на басах возрастает до 6 ампер. Ладно, отключаем. Эрлинг. Ну смотрите, вот машина закрылась. Сейчас даже скачок был до 10 ампер, когда она пикнула. Такая ситуация. Здесь, если у вас какие-то левые приборы, гаджеты включены. Не штатные в прикуриватель, то не будет тянуть после выключения и закрывания машины. Дело в том, что здесь обестачиваются все прикуриватели. Актуально было бы предупреждать на более старых машинах. Там что с прикуривателем все повыдергиваете. Здесь даже регистратор выключается. Здесь будет потреблять только бесключевые руки. Эта система и, возможно, какие-то блоки. Сейчас ждем, пока полностью уснут все электронные блоки в машине. И эта цифра упадет. Ну вот, видно, что уже меньше и меньше становится. Прошла где-то минута, прошла до 1 ампера практически. Какие-то процессы... Вот, все. Полностью ноль показывает. Для такой энергонасыщенной машины даже не показывает там 10 мА. Но я хочу сказать, что очень неплохо. Ладно, сейчас мы переведем в режим 200 мА. Если какое-то потребление ничего, абсолютно, ладно, 20 мА. Тоже. Получается, что она вообще ничего не ест. Ну и самое меньшее 2 мА. То есть абсолютный ноль получается. Очень хороший показатель, да, ребята? Даже ноль миллиампер, скажем, полностью. Потому что на двойку чисто 2 мА. Это 0,002. Две тысячные ампера. Она даже в этом диапазоне ничего не потребляет. Ладно, сейчас переходим. На 10 буду открывать, смотреть. На третьем сценнике было хоть 20, а тут вообще ничего. Я уже начал думать, может, у меня здесь контакта нет. Ну, пальцем прижал. Вообще все нормально. Контакт есть. Ничего не поменялось. И даже на двойке ничего не поменялось. Так, ну сейчас буду открывать машину. Вот я подошел, типа. Вот, скакнуло до 12. И прыгает в десятых 4,5 А. Так, сейчас я воткну ELM. И посмотрим, сколько этот адаптер будет у нас потреблять электричество. Сделал лучше ложиться, и ток падает, падает. Вот, смотрите. Прошло 2 минуты. То есть 2 минуты надо, чтобы полностью уснули блоки. Они постепенно, поочередно отключаются. Так, ну, наверное, где-то 20 мА потребляет ELM-ка это. Давайте в режим 10, 20, 30 скачет. Так. На двоечку. Ну, в принципе, неважно, какой я диапазон ставлю. Ток потребления адаптера ELM-327 непостоянен. Он скачет. 20, 30. Не знаю, почему так, но ток скачет. Получается, максимально 30 мА ELM-ка потребляет у нас. И тут какой-то звук в зеркале возникает, когда клемму снимаешь. Вот сейчас я вам покажу такой писк короткий. Типа кот меня выучит. Сейчас сниму клемму. Вот, слушайте. Это у всех так, или у меня, или для чего это сделано, не знаю. Еще вопросы у людей возникают по поводу высокого напряжения заряда. До 15 вольт оно даже может повышаться. Не переживайте, все нормально. Это особенности зарядки аккумулятора автомобилей, оборудованных системой Stop Start. Когда у вас разряжен аккумулятор, на нем низкое напряжение. Сюда подается от генератора высокое напряжение и высокие токи. Специально рассчитаны эти аккумуляторы от GMF-B. Ничего не произойдет, он не закипит. А вот если обычно поставить, то долго он не прослужит у вас. Поэтому не опугайтесь по поводу такого напряжения. Оно потом может упасть даже до 12 вольт. Это будет нормой. Продолжение следует...